Сегодня мы поговорим про операцию Багратион, крупнейшую операцию Второй мировой войны. И говорить мы сегодня будем с нашим гостем, военным историком, кандидатом исторических наук Алексеем Исаевым. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Сразу первый вопрос. Операция Багратион. Почему именно такое название? Уже с лета 43-го года была традиция называть операции по имени военачальников. Тогда были операции Кутузов на Орловской дуге, Румянцев на юге Курской дуги. И, соответственно, Багратион был логическим продолжением таких названий. Тут интересно, почему именно Багратион я спросил. Потому что, условно говоря, было бы логичнее назвать это Барклай-де-Толли, который, как известно, командовал фактически войсками Бородинской битве, в которой Багратион был смертельно ранен. Тут, видимо, сыграла еще роль предпочтения Сталина. Он все-таки, как и Багратион, был грузином. Ну, я думаю, что тут не прямое предпочтение. Тут достаточно краткое название. То есть Барклай-де-Толли – это слишком громоздко. Предыдущая операция на западном направлении Смоленска была Суворов. То есть старались достаточно короткие названия, которые удобны были с точки зрения кодирования информации. Ну и расхватаны уже были все великие полководцы к моменту начала операции, видимо. Поэтому пришлось назвать честь Петра Ивановича, который отступал все-таки больше. А это наступательная операция была. Давайте поговорим про саму операцию. До сих пор вызывает интерес, большой интерес и у историков, и у любителей военной истории, тот факт, что советское командование, по сути дела, обмануло немцев. Дайте, пожалуйста, карту. Вот если посмотреть на эту карту, то мы видим, что к лету 44-го года советские войска сильно продвинулись и освободили почти всю Украину. При этом Белоруссия была не освобождена. Почему немцы ждали именно удара на Украине? Почему они не ожидали, что придет и теперь черед Советской Белоруссии? Все простекало из опыта предыдущей зимней кампании. Когда в Белоруссии Красная Армия провела ряд неудачных в целом наступательных операций, напротив, на Украине успех советским войскам сопутствовал, и они вышли даже до границ Советского Союза образца 41-го года. И немцы логично предположили, что Советское командование Верховное решит перенести центр тяжести на направление успеха, то есть на Украину. К тому же там находились основная масса танковых армий, находившихся в Красной Армии. Тогда их было 6 единиц во всей Красной Армии танковых армий. И перегруппировку 5-й танковой армии, единственной, участвовавшей в Багратионе, они не заметили. И логично предполагали, что будет нанесен мощный удар по группе армии Северная Украина на Украине, и дальше удар в направлении Балтики с отсечением и группы армий Центр, и группы армий Север. А в Белоруссии считали, что будет, по сути, продолжение зимних боев, то есть наступательные операции, но с менее решительными целями, и считалось, что так же, как и зимой, удастся их отбить. Получилось так, что, во-первых, сосредоточение сил Белоруссии, противоположность немцам, и, кроме того, значительно улучшили многие показатели, с помощью которых велись операции, и добились успеха. И фронт рухнул. — Как удалось ввести немцев в заблуждение о подготовке такой массы войск, переброски? Как это было? — Строго говоря, немцев в заблуждение-то напрямую не ввели. Они, ввести переброски массы войск, они, разумеется, видели. — С воздуха, да, имеется в виду? — В первую очередь, воздушная разведка. У немцев была очень развита воздушная разведка, в меньшей степени это какие-то агентурные данные. Но, тем не менее, перевозки войск и вообще перевозки, они были замечены, сосредоточение артиллерии тоже фотографировалось, было замечено. — Почему они не придали этому значения? — Потому что зимой были точно такие же сосредоточения артиллерии, сосредоточения войск, они закончились ничем, они закончились пшиком и тяжелыми позиционными боями с продвижением буквально на несколько километров. — Может быть, педантичные немцы еще, просто им в голову не могу прийти, что такую массу войск можно протолкнуть через болотистые, труднопроходимые места? — Сами немцы протолкали через те же направления крупнейшую группу армийцентра в 1941 году. Поэтому операционное направление, понятно, что было не сахар, но, тем не менее, основная линия, по которой можно было наступать вдоль, в основном, подчеркнув вдоль шоссе Варшава-Брест-Минск-Москва, оно было вполне пригодно для движения войск, и за исключением областей типа Налибокской пущи, там можно было вводить достаточно крупными объединениями, чем, собственно, занимались и Красная армия в 1944 году, и немцы в 1941. — Давайте проговорим по своеобразию этой операции. Я так понимаю, что соотношение с ним будет таковым миллион двести со стороны советских войск и пятьсот, значит, человек со стороны немцев. — Пятьсот тысяч человек. — Пятьсот тысяч человек, не беря тыловые. — Да, это если расчет, именно надо брать такие округленные цифры боевых войск. Потому что понятно, что значительную массу тех сил, которые и та, и другая сторона задействовала, не все из них шли в бой с винтовкой-автоматом в руках, или даже у артиллерийского орудия. Но так соотношение сил было, безусловно, численное в пользу Красной армии. Оно было подавляющим в воздухе, достаточно сказать, что у немцев... — С управлением отдельно еще поговорим. — Подавляющим в танках, не просто в танках, а в самостоятельных механизированных соединениях. То есть в таких вещах, как танковый корпус, механизированный корпус, танковая армия. У немцев, достаточно сказать, не было ни одного танка «Пантера» в составе группы армий «Центр». — На момент наступления. — Да, и была единственная 20-я танковая дивизия под Бобруйском, единственный резерв. Основная масса немецких танковых дивизий была на юге Советско-Германского фронта. Опять же, в ожидании ударов на Румынию и по Южной Польше. — Тут еще некий символизм прослеживается. Официально операция началась 23 июня, но разведка боем началась со стороны фронтов уже 22 июня. То есть ровно через три года с момента начала. То есть получалось, что противники поменялись местами на том же театре военных действий. — Ну, я бы так сказал, что символизм привязки к дате 22 июня, он не планировался заранее специально. Наоборот, операция откладывалась ввиду сложности с накоплением боеприпасов, в первую очередь на Первом Белорусском фронте. И вообще говоря, при больших темпах накопления боеприпасов могли начать и раньше, примерно на неделю. Поэтому говорить о том, что у Сталина был хитрый план, он вот хотел именно 22 июня, некий символизм, это, в общем, не соответствует действительности. — Давайте поговорим о том, кто играл первую скрипку в наступлении. Как это вот все задумывалось и как происходило? Там четыре фронта наступало. — Да, четыре фронта, которые координировали, соответственно, Жуков и Василевский. Василевский правое крыло, первый прибалтийский и третий белорусский, а Жуков, соответственно, первый и второй белорусские фронты. И сообразно вот этим титаном нашей оперативной мысли планировалось сначала окружить немецкую группировку у Витебска, у Бобруйска и дальше идти по сходящимся направлениям на Минск, что, собственно, и было выполнено. Трудное направление, которым зимой, что называется, бились-бились, ничего не добились, вдоль шоссе на Оршу, оно, хотя и рассматривалось, и планировалось там наступать, но, тем не менее, от того, успешно там будут наступать или неуспешно, по большому счету ничего не зависело. И имелись варианты ввода в бой пяттанковой армии Ротмистрова различной, собственно, они были, второй вариант и был реализован. — Давайте поговорим про персонали. Начнем с Константина Ксавельевича Рокоссовского из фильма «Освобождение». Несмотря на то, что это экранизация мемуаров, по иронии судьбы получилось, что как раз реплики героев-то соответствуют, а вот описание мемуарное, оно не соответствует. Потому что, если мы посмотрим динамику планирования операции Рокоссовским, то мы увидим, что Рокоссовский упорно хотел наносить один главный удар на Рогачевском направлении. — Третья армия. — Да, третья армия Горбатова, которую он хотел сделать такого слонопотама из 16-стрелковой дивизии, которая все затопчет на своем пути. Напротив, Ставка просила, требовала, чтобы наносилось два удара. Один, соответственно, на Рогачевском направлении, а второй с юга на Бобруйск, на Парическом. В мемуарах Рокоссовский развернул эту ситуацию на 180 градусов, что он изначально хотел два удара. Его Ставка говорила, что не, 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 давай один удар наноси, и его выгоняли в другой кабинет, чтобы он подумал и наносил один удар. И, соответственно, в итоге согласились с его двумя ударами. Если прослеживать события по документам, то получается, что Рокоссовского, может, и выгоняли в другую комнату, но уговаривали напротив нанести два удара. Да, напротив, его требовали, да, если, скорее всего, такой эпизод мог иметь место, но его, опять же, уговаривали нанести два удара и уговорили, я думаю, в том числе и тем, что передали ему резервы, армию, которая освободилась в Южном секторе Советско-Германского фронта. И, соответственно, вместо вот этого главного удара армии Горбатого получилось два удара, которые успешно сошлись на Бобруйске. Я анализирую эту операцию, могу достаточно с высокой уверенностью сказать, что если бы ставка пошла на поводу Рокоссовского, как в фильме, то есть раз товарищ Рокоссовский уверен, то пусть делает, как хочет. Ну, как говорил тут, товарищ Рокоссовский, и нас тянет в болото. Ну, как раз-таки тянуть борол лото – это парическое направление, которое действительно было болотистое, где наступали с помощью болотоходных специальных приспособлений для солдат. Но, тем не менее, если бы пытались бить только армии Горбатого всеми силами на Бобруйск с форсированием реки и выходом на ее другой берег, то вот это, скорее всего, бы не получилось. То есть стали бы топтаться, да? Да, и операция Первого Белорусского фронта, скорее всего, стала бы пробуксовывать. А вот в фильме, что интересно, реплики героев построены так, что они, в принципе, соответствуют тому, что указаны в документах. Рокоссовский действительно настаивал на том, чтобы бить своим правым флангом армии Горбатого на Бобруйске. Вот его реплика, она соответствует. Другой вопрос, что, соотнося, зритель соотнося написанное с мемуарами, у него создается впечатление, можно сказать, невольно, что экранизированы мемуары, хотя фильм оказался к реальности ближе, чем мемуары, которые экранизированы. Вот «Новатор», а тут кругом «Ретрограды», и который отстаивает свое мнение. Дело в том, почему я спросил, что Жуков, он категорически отрицал факт вот такого разговора и присутствующего на этом самом, что Рокоссовского удаляли в комнату. Нет, он отрицал то, что... Василевский, начальник генерального штаба, уже в беседе в 60-х годах с писателем Константином Симоновым сказал, что он тоже не помнит такой сцены. Ну, опять же, помнит, не помнит сцены... То есть это красиво Рокоссовский, да? Да, Рокоссовский мог красиво это описать, но, опять же, отправить в другую комнату такое могло быть. А вот главная мысль, которую додосили и Жуков, и Василевский, на самом деле, и в редакции военно-исторического журнала, когда вышли мемуары Рокоссовского, что вот эта вот теория... Целудовский долг, вы имеете в виду, да? Да, 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 что будет нанесено два удара, и на этом изначально наставил Рокоссовский, и шел поперек мнение Ставки. Это в действительности не соответствует, и два удара, которые принесли успех, и принесли окружение 9-й немецкой армии под Бобруйском, это идея все же Ставки, а не Рокоссовского, и Ставки именно как коллективного органа. Тут я не возвеличиваю роль Жуква, хотя, безусловно, он был тем человеком, который все это прожимал. Это и Рокоссовский, и Антонов, который, собственно, был тем человеком, который сделал первый эскиз операции «Багратион». И это все дало тот успех, которого, на самом деле, возможно, и не ожидали. То есть после тяжелых боев зимой в Белоруссии успех был совершенно не гарантирован. И вот эти танковые армии, которые были на Украине, они, с одной стороны, да, действительно, не стремились их направить в белорусские леса и болота, но, с другой стороны, не было гарантии, что опять получится. И возобновление наступления на Украине, оно как раз-таки требовало танковых армий и думали об этом, о том, чтобы использовать танковые армии на проверенном направлении. И позднее это сыграло роль, я бы сказал, не столько отрицательную, сколько не сразу сориентировались в обстановке. И Жуков об этом пишет в мемуарах, что вот эти танковые армии, они были избыточны для Конева, их надо было вытягивать с Украины и бросать к берегу Балтийского моря в полосе фронтов. У меня вопрос, интересно, значит, по-моему, 28 июня, уже, если мне память не изменяет, Рокоссовский был, значит, ему присвоено звание маршала. 16 июля вышел приказ Ставки, которым он разносился за то, что 11-й, по-моему, танковый корпус Рудкина пошел в атаку и потерял 75, значит, танков. И Рудкин, значит, был отозван в распоряжении Федоренко, командующий бронетанковыми войсками. Вот. После этого в конце июля Рокоссовскому был вручен, значит, первая звезда героя. Вот как вы это объясните, вот такие вот колебания в отношении интересного руководства? Это вполне рабочие моменты. То есть понятно, что когда человек допускал ошибки, то с него спрашивают. То есть ошибки были? Да. Ошибки были, да. И опять же, и в планировании в... Какого характера, Алексей? Вот вы говорили о том, что планировали не так стремительно продвигаться. Получилось... Сколько получилось продвинуться? Темпы были, по-моему... Ну, темпы вообще... 35 километров. Да, от 30 до 60 километров. Местами иной раз и выжимали до 100 километров в сутки. Но, опять же, это все сильно варьировалось в зависимости. А что не получалось-то? Не получалось-то следующее. Было запланировано окружение Бобруйска с выходом армии Горбатого на другой берег Березины. А оно не получилось. То есть вот именно в таком виде... Крепкий орешек, да? Ну, не то чтобы крепкий орешек, но темпы отставали. Удалось корпусу Бахарова 9-му сесть на подступу к Бобруйску отсечь достаточно крупную немецкую группировку. Но, тем не менее, к западу от реки события развивались не так, как хотелось бы. И, соответственно, большая нагрузка легла на 1-й гвардейский танковый корпус, на которого, в общем-то, не возлагались в плане такие амбициозные задачи, как замыкание окружения и затаптывание немецкой группировки в Бобруйске. И то, что немцам в какой-то мере удалось вырваться из Бобруйской, потом они путешествовали до Минского котла и уже в Минском котле их уничтожили, это как раз-таки следствие того, что операция пошла не совсем так, как планировали. Хотел вас спросить, что за кадровая чехарда была на 2-м белорусском, когда в апреле, когда был снят Курочкин, поставлен Иван Петров, а Петров в июле сменил Захаров. С чем вот это было связано? Это было связано с личностью члена военного совета фронта Мехлиса. Не, на самом деле, Большой Западный фронт разделили надвое, то есть между двумя объединениями в итоге получился второй и третий Белорусский фронт, правоприемником в том числе в плане документов оказался третий Белорусский. Тем не менее было объединение Второй Белорусский фронта, вот с ним была некоторая чехарда и связана она была действительно с тем, что Мехлис не стал срабатываться с Петровым, который хорошо нам известен по Одессе, по Севастополю. его направили в Белоруссию, и Мехлис с ним не сработался и написал впрямую, что этот человек не подходит. То есть в разгар наступления? Нет, не в разгар, до него. До наступления, да, задолго, на самом деле, до наступления и уберите его отсюда. Сразу вставки, вспоминая события 42-го года, когда точно так же Мехлис писал про, что уберите от меня Козлова, дайте кого-нибудь еще. Это когда он в Крыму, да? Да, в Крыму, и ему сказали, что Гинденбургов у нас нет, то в 44-м Гинденбург нашелся. Гинденбургом стал Захаров Георгий Федорович, который до этого командовал армией. Отличился в Крыму. Как раз в том же Крыму, да. Да, отличился в Крыму, и Захарова поставили на фронт. Он был человеком таким, я бы сказал, резким, харизматичным. Начал, по-моему, сразу учить, как воевать, да, как жить? Ну, да, разумеется, стал продвигать свои идеи, которые в большей степени были продиктованы характером наступления в более открытой местности. Но, тем не менее, он был, безусловно, человеком энергичным, профессиональным. И, по крайней мере, создавал противовес Мехлису. То есть, это человек, который мог нормально работать с таким своеобразным деятелем, как Лев Захарыч Мехлис. И, на самом деле, доставшееся ему вспомогательное направление Захаров не провалил. То есть, Захаров благополучно в роли загонного фронта гнал, оказавшись перед ним четвертой, скажем так, часть сил немецкой четвертой армии, гнал ее в Березине и в Минский котел. Давайте теперь поговорим о немцах персоналиях, значит, Эрнст Буш. Он ведь тоже в каком-то смысле оказался достаточно случайно на посту командующей группы армийцентра, когда Клюге, по-моему, попал в автокатастрофу. И его ведь сменил в разгар на советском наступлении, он был сменен на Вальтер Моделя, мастера отступления, мастера, значит, хитроумных оборонительных боев. Вот он. Да. Ну, а тут следует сказать, что действительно Клюге после автокатастрофы сменил Буш, который до этого командовал армией в группе армий Север. Но сменил он его в середине октября 43-го года, как раз когда начиналось советское наступление на западном направлении. И на счету Буша отражение целой череды советских наступлений против группы армийцентра. Буш держался всю зиму под градом советских наступлений на разном направлении. Он удержал Оршу, он удержал Витебск. А что случилось летом? Почему он был не удержал? А вот летом, так сказать, против него выступили такие зубры, как Жуков с Василевским. То есть против него выступили уже более сильные люди, чем командующий с западным фронтом Соколовский. Опять же, прислали с юга отличившихся командармов и командиров корпусов. Черняховского с армии подняли на фронт, Третий Белорусский. Людникова с корпуса на армию. И вот эти люди уже смогли найти ключик немецкой обороне и оборона Буша, которая держалась много месяцев всю зиму. Он тоже, можно сказать, был генералом обороны. Она пала в июне-июле 1944 года. Вы говорите, я сменил его на Клюге. Нет, сменил его на Модуля. Почему и Модуль не удержался на своем посту долго? Он ушел до окончания. Ну как, он стабилизировал в некоторой степени обстановку в Белоруссии и отправился на Западный фронт, где дела пошли резко плохо. Западный фронт имеется в виду фронт в Европе с союзниками. Поэтому Модуль, свою задачу стабилизацию он выполнил и поехал дальше. Он предотвратил полную катастрофу. Ну, скажем так, он предотвратил взятие Красной Армии Варшавы, выход устойчивый к Балтийскому морю и прорыв в Восточную Пруссию. Сходу, что называется, на плечах отступающих. Ни о каком спасении армии из состава группы Армий Центр речи не было. То есть, Модуль, ему первоначально была поставлена задача спасти девятую, четвертую, третью танковой армии. С этой задачей он уже не справился. И удержать, значит, советские войска, вторжение, собственно, в Рейх, да? Даже не в Рейх, а где-то на линии Меридиана-Минска. И вот с этой задачей он не справился. И окруженные армии были уничтожены, германские армии в окружениях. Бобруйск, Витебск, ну, Витебск, скажем так, произошел как раз, когда Модуль только назначили. Нельзя прям говорить, что вот он виноват, не предотвратил. Но, тем менее, вот Минский котел, то, что образовался, он образовался уже при Модуль. И тот котел, в который, собственно, собрались все силы, которые, в том числе, вырвались из Бобруйска, вырвались из-под Витебска, и они туда собрались, их там окружили и уничтожили. Собственно, основная масса войск группы армий «Центр», за вычетом сидевшие в Припятских болотах 2-й армии, перестала существовать. И фронт строился заново. Какова роль партизан в операции «Багратилон»? Роль партизан получилась довольно своеобразной. С одной стороны, они выступили как те, кто предупреждает о грядущем наступлении. Вы имеете в виду рельсовая война, которая была начата за несколько дней? Да, если почитать немецкий журнал «Боевых действий», там четко говорится, что у партизаны начали рвать рельсы, активность их резко выросла, русские скоро будут наступать. То есть, с одной стороны, вроде как такое... Выпределение. Спугнули. А вот с другой стороны, появилось то, что, может быть, не придавалось этому значению. Эта тема как-то не педалировалась. А вот когда немецкие колонны стали отступать на запад, они стали отступать в основном по крупным шоссе. Потому что на более мелких дорогах они становились жертвой атак партизан. И вот неорганизованное просачивание мелкими группами в Беларуси было практически нереально. Именно благодаря партизанам. Партизанам, которые вот на эти мелкие просачивающиеся отряды могли вполне результативно вести с ними бой и вели с ними бой на уничтожение. Поэтому немцы предпочитали не просачиваться, а сдаваться. Иной раз происходили случаи, когда целая колонна немцев шла в тыл вообще без конвоя. Только у одного офицера или унтер-офицера была записка на русском, что данная колонна взята частью лейтенанта Иванова. И направляется в тыл. Просьба пропускать. И вот с этой бумажкой они организованы, без всякой охраны шагали по обочине в тыл. То есть с одной стороны была Красная Армия, с другой стороны партизаны. Да. И такое давление было молотой наковальни. И поэтому, если почитать немецкие документы о том, как они отступали и как происходил коллапс обороны, полное уничтожение группы Армий Центр, партизаны играли в этом немалую роль. То есть это и частичное уничтожение переправ. Железные дороги уже были все равно немцам. То есть перевозки, они уже были невозможны. Отступать перевозкам, про железные дороги невозможны. Но взрыв мостов, нападение на колонны. Были великие. Да. Стали играть все больше и больше роль. Поэтому роль партизан именно в белорусской операции, она высока. И в том числе в сам период боевых действий. То есть дело, такие диверсанты заброшенные. Да. То есть не было вот такого привычного фронта и тыла. Хотя так немцы в какой-то мере зажали партизан весной 1944 года. Но тем не менее у партизан было достаточно сил, чтобы весьма себя результативно показать в июньских и июльских боях. Там еще одна интересная вещь. Когда Красная Армия с одной стороны была, партизаны с другой зажали, то там еще свою роль сыграла советская авиация. Дайте поговорим о ней. А насколько была своеобразная роль советской авиации в операции? Роля авиации именно в Багратионе, она весьма велика. И, во-первых, сокрушение обороны, когда авиация весьма эффективно отработала по немецкой артиллерии, которая была с тоновым хребтом в зимних оборонительных боях. Причем, хотелось бы обратить внимание, погода была плохая в первые дни операции, скажем так, но недостаточно хорошая. И действовали небольшими группами наиболее опытные экипажи. Во-первых, дальняя бомбардировочная авиация, которая бомбила тяжелыми бомбами расположение немецких артиллерийских позиций. А во-вторых, уже днем, дальняя авиация работала ночью, а днем достаточно быстро вступили в дело штурмовики, которые, опять же, искали батареи, били батареи, били отступающие колонны, тактические еще отступающие какие-то небольшие группы немцев, способствовали коллапсу обороны. А вот дальше началось отступление по крупным магистралям, поскольку на мелкие магистрали, как я уже сказал, мешали партизаны соваться. И вот на крупных магистралях штурмовики, опять же, опытные экипажи сначала налетали, устраивали пробку, то есть подрывали мост или обрушивали какой-нибудь виадук локальный, мешавший проехать автотранспорту. И дальше вот эти колонны, вставшие в пробку, били уже менее опытные экипажи. И разгром с воздуха, вот этих отступающих колонн, он был чудовищный. То есть вот группировка Бобруйская, ее с трудом держал корпус Панова, который вошел в Бобруйск, но авиация, которая с другой стороны утюжила на шоссе, ведущую в Бобруйск, она практически разнесла эту группировку, выбила у нее автотранспорт, тяжелое вооружение, и практически то же самое происходило на всем протяжении фронта. Как под Витебском, где отходящие колонны тоже безжалостно громились с воздуха, так и наиболее такая сильная и крепко стоявшая зимой немецкая 4-я армия, которая отступала к переправе через Березину, у Березино, во-первых, били эту переправу, а во-вторых, стоящие в пробках колонны немецкой техники и солдат. То есть картины, это просто 41-го года, только противники поменялись местами. Да, да, в значительных местах. Полное ощущение, да. Вопрос такой еще по поводу авиации. Немецкая авиация, я так понимаю, и есть разные там информации, что практически она уже потеряла господство, но она потеряла во многом еще и потому, что была перебазирована на Западный фронт, если я не ошибаюсь. Да, действительно, значительная группировка находилась в то время на Западе, в первую очередь это касалось истребителей. И на всю группу армийцентр у немцев было всего на 1 июня 60 истребителей, а на 22 июня 44-го года, то есть на начало советского наступления, начало разведки боя, 40 истребителей на весь фронт почти в 1000 километров, есть там 900 с небольшим. А какое было в это время соотношение у советской авиации? Советская авиация превосходила, по крайней мере, вот если брать истребительную, даже вот на Оршанском направлении раз в 10, поэтому советские самолеты и истребители очень часто летали и выполняли ударные функции, то есть они брали бомбы и пушечным огнем и этими бомбами били вот эти отступающие колонны. Соответственно, у немцев при этом, следует заметить, была крупная группировка бомбардировщиков, причем тяжелых двухмоторных, «Хинкли-111-ю-88», которыми они собирались наносить удары по советским стратегическим объектам, в частности, они, например, били железнодорожные узлы на Украине, они наносили удар по Полтаве, где проводилась операция «Френтик», вот это все бомбардировщики из полосы группы армийцентр. Но днем в Белоруссии при ударах по советским танковым колоннам, это было естественно... То есть они несли чудовищные потери. Да, и причем летали даже на эту бомбардировку колонн тяжелые бомбардировщики стратегические «Хинкель-177», которые вот эти огромные монстры пытались бомбить механизированные колонны. Ну, прям в 41-й год, исправится Симонов, когда ТБ летели днем бомбить переправу. Да, вот примерно так все и происходило в несколько других масштабах численных, потому что в сюжете «Хинкеля» было не так много, это было такое чудо-оружие. То есть мы научились воевать, и, условно говоря, славяем Петра I били своих учителей. Да, мы реально били своих учителей. И на земле, и в воздухе. Да, и на земле, и в воздухе. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что именно профессионализмом, то есть, несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что вот эти пробки устраивались, они практически на пределе дальности У-2. То есть отличие 41-го от 44-го еще в том, что Красная Армия в основном работала штурмовиками У-2. То есть пешек было мало, была, естественно, дальняя бомбардировочная авиация, летавшая, но по ночам. У-2 появились только в конце июля. И основную массу авиации, которая громила группа армийцентр, это штурмовики У-2. Иной раз на пределе дальности били переправы, устраивали пробки. И это требовало большого профессионалиста, в том числе и в технике палатирования. Ну, там немножко понятно, почему именно штурмовики, просто это самый массовый советский военный самолет за годы Великой Отечественной войны. Да, и при этом, естественно, советские военачальники не питали иллюзии относительно могущества Ил-2. И Василевский очень нервно, прямо перед операцией, требовал, дайте, дайте бомбардировщики 1-му Прибалтийскому фронту. Но 1-й Прибалтийский фронт так и наступал до второй половины июля с штурмовиками, с ленд-лизовскими аэрокобрами. Без штурмовиков? Без бомбардировщиков, даже П-2. То есть даже П-2, в принципе, был машиной дефицитной. Какие потери в операции Багратион? Насколько они были выше, условно говоря, допустим, операции «Цитадель» Танковской дуги или меньше с обеих сторон? Вообще говоря, операция Багратион – это крупнейшее поражение германской армии за всю ее историю. Точную оценку потерь произвести затруднительно в силу того, что не сохранились многие документы. И даже немецкие источники, в том числе документальные 1944 года, оперируют оценками. То есть они, сколько у нас было, сколько осталось, потеряли, наверное, столько-то с некоторым округлением. И я бы оценил безвозвратные потери немцев, включая пленных, за все время операции Багратион, то есть до конца августа, примерно в 400-500 тысяч человек. То есть это реально был чудовищный разгром для немцев. А советские потери? — Советские потери были значительно ниже, то есть они укладываются примерно в 200 тысяч человек. — И это при том, что обычно наступающие несет большие потери? — Наступающие направления и удара. То есть там, где прорывают фронт, он несет большие потери. А вот если он окружает, то, естественно, он отыгрывается, уничтожая окруженных. — А какие-то есть данные, какие фронты советские понесли большие и какие меньшие потери? — Большие потери понесли те фронты, которые дальше пытались наступать в направлении Балтийского моря и Восточной Пруссии. — То есть это Прибалтийский фронт, да? — Первый Прибалтийский, а третий Белорусский. — Промяна и Французский. — Да, то есть там было уже... — То есть правое крыло. — Да, поскольку фронт Рокоссовского и Захарова, он вышел достаточно быстро к Висле, имеется в виду на рубеж реки Висла, к Варшаве, окружили еще одну группировку немцев под Брестом. И у них, по крайней мере, до момента выхода на поступок к Варшаве, дела шли гораздо успешнее, может быть, чем у соседей, которые столкнулись с более сильными контрударами противника. И немцы изо всех сил старались не пустить на территорию Рейха, то есть в Восточную Пруссию. Как раз-таки вот то, что мне говорил, когда хотели перебросить танк в армии, которые могли бы сходу взять лихорадочно укреплявшуюся Восточную Пруссию. — Есть ли какая-то взаимосвязь между операцией «Багратион» освобождением Белоруссии и операцией «Оверлорд» высадкой союзников в Нормандии? Как-то они повлияли друг на друга или они совершенно были параллельны, как что называется, друг с другом? — Но планирование напрямую не увязывалось. Но, естественно, раздергивание немцев между двумя театрами военных действий в Европе против союзников и тоже в Европе… — А того же модуля все-таки отозвали назад? — Да, отозвали, да. В критической ситуации достаточно сказать следующее, что всего в Вермахте было две полностью укомплектованные танковые дивизии. Вторая и пятая. Пятая была у модуля в группе армии Северной Украины, потом была переброшена и пыталась удержать Минск. А вторая находилась под коле и, соответственно, ждала высадки союзников в порту. И вот если бы эта вторая танковая дивизия оказалась под Бобруйском или Витебском, как бы сложилась ситуация, совершенно не очевидно. И вполне возможно, что успех был бы достигнут меньший. — То есть союзники помогали друг другу? — Да, безусловно. То есть оттягивание на запад авиации. — Хотя у нас сейчас часто говорится, что только у нас или только у союзников, но на самом деле все-таки союзники помогали друг другу. — Это коалиционная стратегия. И эта коалиция, она помогала друг другу. Если уж говорить о том, кто чему помог, то мы здорово помогли союзникам, когда продолжили наступление на Украине весной 1944 года. Когда нанесли удар по грязи, в весенней грязи пробивались к советской границе 1941 года и вынудили Гитлера перебросить на Украину, во-первых, целый танковый корпус СС, свежий, который с 1943 года проходил тренировку. И еще часть сил, например, бригады штурмовых орудий, даже которым говорили, вы останетесь на Западе, вы будете встречать союзников. Нет, их погрузили на железную дорогу и отправили под Тарнополь. И если уж говорить о взаимосвязи, то более четкая взаимосвязь прослеживается между весенними наступлениями на Украине и операцией Overlord. Еще один вопрос. Есть ли взаимосвязь, наверное, какая-то есть, на мой взгляд, между операцией Багратион и покушением на Гитлера, операцией Валькирии, которая произошла 20 июля? То есть, с одной стороны, Overlord, с другой стороны, громят сильнейшую группировку немецкую. Это могло повлиять на выступление заговорщиков? Строго говоря, попытки покушения на Гитлера были и до этого. Другой вопрос, что они были менее удачными. Но такой центр заговорщиков, он все же был на Западе. То есть, те люди, которые были наиболее высокопоставленными из тех, кого потом повесились, может так выразиться, они находились все же в войсках, которые противостояли западным союзникам. Если уж говорить о том, какая может быть взаимосвязь. И неудачная попытка покушения на Гитлера, она была, например, в 1943 году, когда ему отправили бомбу в коробке из-под коньяка Куан-Тро. Ну да, там отсырел, по-моему. Ну да, он не сработал, казалось бы, недавно. Ничего такого не происходит, и раз покушение на Гитлера. Просто это были события, которые развивались каждый по своей логике. И просто в 20 июля 1944 года пришло к своему, так сказать, логическому завершению целая цепочка вот этих попыток. Другой вопрос, что вот эта вот, так сказать, суета в ставке фюрера в Восточной Пруссии, она, естественно, способствовала тому, что заговорщики наконец смогли осуществить свой план, пусть и не в полной мере. — Хотел бы поговорить о пленных, тем более, что пленные. Вот хотел спросить, в связи с чем была связана вот такая демонстрация немецких военнопленных, в связи с чем Сталин вот их провел по Москве? Почему до этого не было и после этого не было? — Дело в том, что дела у союзников Нормандии в начале июля 1944 года шли, на самом деле, не очень хорошо. Я бы сказал, ни шатка, ни валка. И донесения, сообщения о огромных успехах Красной Армии в Белоруссии, они были восприняты скептически. И тогда решили, опять же, на внешнего потребителя самым простым и убедительным способом показать, что успехи действительно огромны. И провели вот этот вот марш побежденных, когда формально, формальное объяснение было какое, везут из Белоруссии пленных, и в лагеря военнопленных на востоке страны. Соответственно, их выгрузили на Белорусском вокзале, дальше они пешком прошли до Курского и до станции Канадчикова. Соответственно, разъехались по лагерям. И вот этот вот проход, он был вроде как формальной пересадкой из поездов в поезда. Это же сильнейший пропагандистский ход получился. Но, тем не менее, получился сильнейший пропагандистский ход. Как союзники и нацисты отреагировали, кстати? Ну как, это действительно произвело сильное впечатление, что Красная Армия, да, добилась огромного успеха. И на немцев это, я бы так сказал, все же, если немцы и знали, то знала, естественно, только узкая верхушка, которая имела возможность получать информацию через газеты нейтральных стран. Поэтому долгое время, например, обсуждалось, что один из немецких генералов, что он погиб, хотя он шел во главе этой колонны. Да, живой и здоровый шел во главе этой колонны. То есть, кто точно попал, то есть, все полностью, все кадры, они были, естественно... Да, а уже, естественно, после того, как война закончилась, можно было посмотреть, увидеть на этих кадрах, что он, так сказать, действительно живой и здоровый шел во главе колонны. Вот это тоже был очень сильный ход, когда в начало колонны поставили генералов, затем старших офицеров, и они, так сказать, возглавляли и показывали, что действительно разгромлены не просто какие-то отдельные части или соединения, а понесла разгром, перенесла разгром целая группа армий. Я хотел вас спросить, как вы полагаете, почему Гитлер применил Фау-2 не против советских войск, а, значит, западным управлением? Ну, Фау-2 это было оружие, которым можно было попасть в цель типа город. Так сказать, в цель типа город Лондон можно было попасть, а вот в цель типа советский мост через Березину попасть было затруднительно. Поэтому Фау на советско-германском фронте, они были практически бесполезным оружием. То есть, в силу своей малочисленности и неуправленности. Ну, в силу того, что у них круговое, вероятно, отклонение было слишком большое для того, чтобы поражать стратегически важные цели с достаточной уверенностью. Поэтому до 1945 года немцы планировали, если и наносить удары по территории Советского Союза каким-то целям, то с помощью бомбардировщиков. В частности, предполагалось для этого использовать мистили, то есть цепки самолетов, поскольку они обеспечивали хотя бы какую-то уверенность в том, что удастся поразить сравнительно небольшую цель, такую, как, например, электростанция, мост важный или еще что-то такое, или, например, железнодорожные пути, забитые войсками. Я вот хотел спросить такую вещь. Что было бы, если бы немцы вскрыли подготовку к операции «Багратион»? Вы тут в свое время написали интересную, например, книгу «Великая отечественная альтернатива», где там проиграли сценарии начала Великой Отечественной войны. Я вот хотел бы вас спросить, а что было бы, если бы немцы вскрыли подготовку к операции «Багратион»? Как бы развивались события? Тут проблема в том, что, как я уже говорил, немцы-то вскрыли. Если бы они знали точнее, если бы больше у них было бы информации. Больше было бы информации, но максимум, что они могли сделать, например, вернуть часть артиллерии под Витебск. Они могли перекинуть, допустим, танковые дивизии. Те же «Пантеры» перебросить. Переброска танковых дивизий, опять же, такая вещь, как наличие танковых армий на Украине. Против нее тяжело было спорить, даже если разведка что-то вскрывает. Поэтому, что могли сделать, вернуть часть артиллерии, вернуть батальон или два «Тигров», точнее, не вернуть, а один вернуть, другой дополнительно усилить, это бы, конечно, затруднило процесс. Но суть «Багратиона» еще и в том, что сумели найти ключик немецкой обороне. Вот это тщательная разведка артиллерии, ее поражение своей артиллерии и с воздуха. И вот против этого никакие данные разведки уже работать не могли. То есть, да, вскрыли, пригнали еще сколько-то полков дивизионов артиллерии, но эти полки дивизионов артиллерии благополучно вынесли, и они стали бы трофеями. Как реально стали трофеями масса орудий, которая была становым хребтом обороны, кстати, от Витебска до Бобруйска. Заканчивая нашу программу, я хочу задать последний вопрос. Какую роль сыграла операция «Багратион» на развитие Великой Отечественной войны? Операция «Багратион» стала гигантским скачком вперед, который приблизил победу. То есть, после того, как были разгромлены, действительно закаленные в боях немецкие части, и им на смену все больше и больше приходило людей из скороспелых наборов, аной раз и Гитлер-Югендов с волькштурмистами, тем ближе была победа. То есть, вот операция «Багратион» — это приближение победы, я бы так сказал, на несколько месяцев. То, что удалось успешно провести такую сложную и, прямо скажем, амбициозную операцию. Наверное, с наименьшими потерями. Да, с сохранением людей, с сохранением на длительное время техники и продвижением, занятием большого пространства не дали немцам зацепиться ни за Березину, ни за Буг, и остановили советское наступление, как известно, только на Висле. Спасибо большое за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Исаев, и мы говорили про операцию «Багратион». Всего вам доброго, до встречи в эфире. Спасибо.